Радио 54 И вот смотрите вывески Магазин готового платья Маштакова Обувь Жернакова Товарь крестьянского обихода Кириллова и Никитина И только для модниц появляются Интригующие названия Парижский шик и модный свет Представьте себе Деревянный Новосибирск 1912 года И дамы могут Уподобиться парижанкам И сразу перескочу в современность Скажу что вот эта тенденция Писать фамилии на вывесках Остается и в наши дни Но я сейчас не о Каркунове Хочу сказать Об обозначениях типа Стройкин, магазин строительных Материалов, кафе вкуснов Магазин цветов Тюльпанов То есть использованные выдуманные фамилии В контексте какой-то тематики Магазина, чтобы Таким образом Какую-то принадлежность к человеку Да И это сразу позволяет создать образ Позволяет нарисовать смешную рожицу Портрет этого персонажа И вот таким образом Как-то очеловечить Не просто стройка Или товары для стройки А стройкин Или вкуснов Или вкусноделов Пирогов и караваев У меня очень большая коллекция Именно таких искусственных наименований Которые можно сравнить с говорящими фамилиями в литературе Которые выполняют вот эту функцию И отношения формируют И, собственно, дают представление о том, что в этом магазине можно найти И за счет этого привлечь, собственно, покупателей У вас ли лично Вот как покупателя, как потребителя Привлекают подобные названия Или вам только смешно становится Вы знаете, дело в том, что в рекламе есть и коммерческая составляющая И коммуникативная И даже экономисты говорят, что не только от рекламы зависит успех предприятия Но то, что это создает определенную ауру города Определенную коммуникативную культуру, очевидно Нет, мне обычно весело Но, с другой стороны, узнаваемость и запоминаемость таких вывесок, конечно, повышается Ну, какие-то еще приемы узнаваемости и повышаемости вывесок Может быть, уже и не о Ново-Николаевске Может быть, уже и о наших днях Что такое самое врезающееся в память? Какими еще коммуникативными приемами пользуются рекламодатели? Ну, я бы выделила вот какие направления Ностальгическое направление Это когда используются буквы старого алфавита дореформенного Твердый знак на конце Совершенно верно, ядь С другой стороны, противоположная тенденция Буквы латинского алфавита Когда смешение языков мы наблюдаем Что-то написано кириллическими, русскими буквами И F, F вот те самые на конце Да, тот же тюльпанов или блинов на конце Двойная латинская F С точки зрения русского языка, насколько это неправильно и неприемлемо? Ну, тут филологи делятся ровно на две категории Одни поднимают, бьют тревогу и говорят, что это нарушает экологию языка Другие говорят, что это была временная мера Когда у нас и до сих пор большинство доменов с латиницей И наши электронные адреса с латиницей Поэтому название какого-нибудь торгового дома Сразу пишется на латинице Чтобы в интернете оно могло быть представлено точно так же Мне кажется, во всем должна быть золотая середина И по моим наблюдениям Тенденция использовать англоязычные, но и другие иноязычные символы Потихонечку уходит Хотя в Новосибирске, насколько я знаю, не было строгих запретительных мер А в Москве, да, к примеру, на местном уровне было принято такое постановление Помните, когда Макдональдс вдруг перестали писать на английском И стали его писать кириллическими буквами Да, написано сейчас на русском Да, но если говорить о других тенденциях, то можно еще... А еще вот этот наш любимый стиль, глобальный, вселенский Мир обуви, планета ковров Вот это вот повсеместно буквально Да, значит, мир ужасов я встречала Вот из серии Несочетаемого Мир ужасов это там, где вот что-то виртуальное и тому подобное Это очень интересная тоже модель рекламных названий Когда музыка... Когда нет фантазии Нет, музыка роскоши, например Представляете, мы должны представить, что роскошь Это вот нечто такое, у чего есть своя музыка Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM